Поздний завтрак как обед Так как штатива у меня нет, то супу увидите где-то в начале Да, всем привет, кто просил поесть на камеру в деревне Так уже говорила, штатива нема Фодик стоит на постаменте из калстрюли, в которой раньше году перчика грели, когда ее топили Из коробочки с планшетом графическим и книжки какой-то большой и тяжелой Тут у меня щи Моя родня везла мои продукты за несколько дней до моего приезда сюда с ними же И каким-то загадочным образом морковку, которую сами мне выдали Я специально ее оставила для деревни в пакетике, хранившуюся в холодильнике по всем правилам Чтобы она коньки раньше времени не откинула, потеряли То ли в машине, то ли до того, как до машины донесли, хрен знает Потому что кабачок приехал, картошка приехала, капуста приехала Правда, хранилась она тут как-то вроде, ну вместо того, чтобы в холодильник ее засунуть Они почему-то ее оставили на самом практически солнечном окошке На одном из солнечных окошек И капустки мне на щи хватило только-только В общем, щи у нас тут на мясном бульоне, на консерве Лук сушеный, длинненький такой, укроп сушеный, петрушка сушеный Помидорка свежий Потом что, картошка Значит, про капусту говорила, да И этот самый кабачок А морковки нема И еще, по-моему, тут немножко чесночка Ну и еще сметанка, естественно, покупная Ибо коровы в этой деревне уже давно не держат И кусочек хлебушка Эти прелук На самом деле углический Но прелук окупленный Приятного мне и вам аппетита Я тут что-то несколько дней не снимала Сегодня у нас 7-ое, 0-9-ое Ни на экшен, ни на что У меня закончился Ну и купленный как-то в Ярике Гельдадуша Гельдадуша и ванны, гранаты, пряные ягоды Насладитесь тонизирующим и бодрящим ароматом Гранаты пиаряных ягод Хочется прочитать пьяных 200 мл сделано в России Под контролем Франции Годен до Аж января 21 года Но он у нас не дожил Хороший гельдадуша Хорошо был в роли гелядадуша Хорошо был в роли шампуня Для волос Ибо шампунь у меня тут закончился Точнее тот, который был И только ванночки для ног делать Но его уже нет Даже в самой пустой паночке Поэтому обозрю только это Закончился, но Так как мы сатанада А кроме мыла от чистой линии От легких и стремений С мыла с алоэ чистой линией Которое я сюда специально привезла Ничего не было То мыла я вот это И волосы, кстати, ничего вроде Вчера мыла И мне показалось, что фигово моют Я так расстроилась Думаю, как же так тушку хорошо моет Тушку, кстати, очень хорошо мыло моет У меня маленькая такая мочалочка Она сейчас на улице сохнет Это фигня И, короче говоря, этой мочалочки Вот, ну, если хорошо намылить То совсем хватит А если, ну, вроде как хорошо и мало Можно воды полить Я и шлангом моюсь с прудом Прудовой прям водой В 20 градусов нормально В 25 нормально Закаляемся, короче Ну, короче, помыла я вчера волосы Ещё что-то так, это Подумала, чайник окатила А чайник он нам с накипью Образовался Потому что у нас хоть вода и колодишная Вот, которую мы пьём На которой суп сварен Но она очень богата кальцием Грубо говоря, мелом Ну, и, короче, был осадок Я специально сюда уже Третий раз привожу Лимонную кислоту Ну, и прудовой водой Кипятила Чайник с лимонной кислотой И думаю, что она такая горячая Что пропадать Думаю, ну, может я её долью Разбавлю Вымой голову А ведро, видимо, когда-то было алюминиевым Теперь я знаю, как это вот делается Она тупо вскипятит Где-то лимонную кислоту А потом уже мыть ей То, что потёмнело с алюминием Алюминий тёмный Если не забуду Дома приеду Попробую одну ложку очистить Оставшуюся в той квартире Пострадавшую во время Генерального мытья посуды Передатуй тем Другую жизнь Короче, у меня ведро зашипело Вода зашумела Потом, смотрю, так это Кусочек такого белого слоя Так это чуть-чуть потёрла пальцем И чёрная фигня смывается И вот так вот частично Очень частично Одна десятая, наверное Или одна двадцатая ведра Оказалось, что это когда-то было алюминиевое Чистое такое ведро Так я узнала способ Отмытия Протемневшего алюминия Лимонной Прекипячённой кислотой И заливать это надо Только что вот реально скипевший Кипящий даже ещё в чайнике Чайники пистерические Короче, добавила туда воды Разбавила вроде так Нормальная вода Слегка мыльная Стала мыть голову Потом подумала, что намочила плохо Мало Намырила мыло Вроде окатило Всё нормально Вроде всё Смылась А волосы Как сосульки Будто я их не мыла А я в гости намыливала Если даже хвостик заделываешь Волосы всё равно Как сосульки Грязные вообще И мне Бог послал кусочек сыра Точнее Мыло Подарила мне моя Грековозрастная подруга Девчонная Вугольч Войду Я его как бы вугольч И забирала здесь Ну я решила его распаковать Думаю Сейчас помою им тогда волосы Подушиком Природным Прудовым Холодной водичкой Думаю, наверное, надо было побольше волосы Отмочить Но эффект в реале был тот же Оказалось Надо было просто побольше этой пены сделать И в общем Я изначально немножко так это мыло Чистую линию Сегодня Мыльница чуть-чуть намочила Там это потрясла Чтобы пена была А потом уже домыливала И вот Не помню себе промылись В общем Спасалась я Тут Лёлькиным Кусочком Мыло Чистой линии салоэ Чё-то такое тут Чёрное было Пальцы у меня как у дробочиста Интересно У меня лицо-то хоть это Не тёненькое В зеркало посмотрелось Телефон Заривается А то на руке обнаружила То ли об кастрюлю испачкалась чёрненьким То ли ещё об чё-то В кастрюле уже печка стояла И иногда В эту кастрюлю Некоторые забывали воды налить В печку при этом топили Если вы не совсем пещерные люди Ой, муха долбится В окно Кто знаете Как это будет С кастрюлей А если немножко пещерные Но у вас есть интернет То загуглите В Яндекс У меня как бы лучше есть Шампунь Но я чё-то не думала Что тут вот как-то так закончится Настолько быстро Особенно, когда мне душ полноценный делали Ну, в смысле Шланг нормальный, длинный И мотор мы с тетей купили Плачину А я тут сгорел Практически цивилизация Интернет только как-то хреново ловит Ну, в общем За 6 дней один раз Поймался Позавчера И то Я родную флодилку Рендропскую Рассмотреть не могла Там что-то 40 лет было сообщение Просмотрю, что-то 2 В общем, не загрузилась она у меня В плану папа у езду Снова папа менялись Сначала Тете Показалось Что кто-то говорил Что в нашем доме Десятого будет Газ проверять Ну, в смысле Эти газовщики Выхлопные трубы Или как-то там Вентиляцию А потом оказалось Что не в нашем Поэтому Как бы можно вернуться Десятого На обедничном Или Девятого Если Абсолют Пошлет Машину С добрым Герасимом Ибо как бы Сюда я приехала На машине И у меня слегка Было Может быть Больше чем нужно Вещей Но В итоге Тут тоже Образовались вещи Облепиха всякая В морозилке Лежащая Хочу ее потом С сахаром перемолоть Облепиха Приваренная Как-то Если я Десятого еду То моя родня Обещает Увести Остальные мои вещи Которые С собой Не смогу Но Как бы Некоторые вещи Лучше все же Забрать И знать Что они могут Что-нибудь забыть Или как Норковку Потереть То Облепиху Надо будет С собой Переть Ну и Ну и Бук с собой В общем Как-то Все равно С тележкой Придется Ну я Надеюсь Герасим Добрый человек Меня все-таки Это Он написал Что как бы Сможет Возможно Но я надеюсь Что он Сможет Безвозможно В общем Вот такой у меня Видос Еды Чай у меня Там Я его еще Не наливала Всем Спасибо Кто осеял И заразился Приятного аппетита Всем пока Субтитры